Притча 30. Слова Агура, сына Акеева, вдохновленные из речения, которые сказал этот человек Ифиилу, Ифиилу и Укалу. Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня, и не научился я мудрости и познания святых не имею. Кто восходит на небо и не сходил, кто собрал ветер в пригороди свои, кто завязал воду в одежду, кто поставил все пределы земли, какое имя ему и какое имя сыну его, знаешь ли, всякое слово Бога чисто, он щит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я отрекся от тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суде. Не злословь раба пред господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть род, о, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его. Есть род, у которого зубы, мечи и челюсти, ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. У ненасытности две дочери. Давай, давай. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольно. Преисподняя и утроба бесплодна земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит довольно. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути зимея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице. Таков путь и жены, прелюбодеянной, поела и обтерла рот свой и говорит, я ничего худого не сделала. От трех трясется земля, четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем, глупого, когда он досыто есть хлеб. Позорную женщину, когда она выходит замуж. И служанку, когда она занимает место госпожи своей. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи народ не сильный, но летом заготовляет пищу свою. Горные мыши народ слабый, но ставит домы свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Вот трое имеют стройную походку, и четверо стройно выступают. Лев, силач между дверями, не посторонится ни перед кем. Кони-козел, предводитель стада, и царь среди народа своего. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста. Потому что как взбивание молока производит масло, толчок в нос произносит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. Редактор субтитров А.Семкин